Девушки отдыхают С несправедливостью Ребята! Теперь за вас есть Кому заступиться Смотрите сегодня Загадочные пропажи В трехкомнатной квартире Я уверен, что мой дядя Крадет из квартиры наши ценные вещи Расследование заступниц Закончилось семейной драмой Ребенок стал Жертвой алчных родителей Так плохо себя чувствовать Он падает в обморок, он устает Шокирующие интриги Внутри одной семьи У тебя дети вообще голодают Что это такое? Очень часто в одной квартире Приходится уживаться Далеко не самым близким людям Например, наш сегодняшний герой Уже не знает, куда ему деться От недавно заехавшего родственника С появлением которого В квартире стало намного больше дебошей И намного меньше ценных вещей Терпение Кирилла на исходе Ведь ценные вещи воруют прямо у него Из-под носа И он уже не знает, что с этим делать И сегодня нам предстоит разобраться Кто кого обворовывает В этом квартирном треугольнике Кирилл уверен, что в его квартире Поселился вор Я уверен, что мой дядя Крадет из квартиры наши ценные вещи Кирилл вместе со своей женой Мариной Уже более пяти лет живет В трехкомнатной квартире Доставшейся ему по наследству Бабушка, когда умерла пять лет назад Она разделила квартиру на три доли Одна доля досталась мне Одна доля моим родителям, соответственно И вот одна доля моему дяде Сергею С согласия родственников Кирилл и Марина сдавали в аренду Две пустующие комнаты Но недавно дядя Сергей Вспомнил о своих правах Принеся в дом Кирилла и Марины Весь хаос своей безумной Безработной жизни Два месяца назад он разошел Со своей очередной пассией Вернулся в квартиру И начался просто ад Ну просто в квартире стало жить невозможно Потому что постоянно были пьянки Вот по несколько раз в неделю пьянки И его друзья, они там курят, шумят Мы с ними ругаемся Потом на следующее утро он немножко трезвеет Говорит, ну все, там больше такого не будет Она орет, аж горло сорвала Да не заливайте! И опять то же самое повторяется Кирилл уверяет, что такое соседство Вредно не только для нервной системы Но и для рабочего процесса Дело в том, что я работаю фотографом У меня творческая профессия И мне надо, ну, сосредоточиться Мне надо уединяться Ну, чтобы и придумывать Какие-то свои творческие замыслы Потом, чтобы ночью спокойно Обрабатывать фотографии на компьютере Но с ним это невозможно Я когда услышал, я просто обалдел Там не то, что творчество Там вообще все забываешь Мне завтра надо сдать заказ Так и не сумев повлиять на буйного родного Наш герой практически смирился Со своей судьбой Но вскоре стало пропадать Не только ценное рабочее время Кирилла Из шкатулки моей жены пропали сначала Сережки, колье Потом пропали мои часы, мои деньги Мы говорим, куда делись деньги? Сергей, скажите, вот как бы вы, ваши друзья? Он говорит, нет, ни мы, ни мои друзья Никто ничего не брал Отчаявшись решить эту ситуацию дипломатически Кирилл решил пообщаться с нежеланными гостями На их же языке И последней точкой кипения стало Когда была очередная пьянка И я уже просто не выдержал Они меня достали Я, ну, блин, я просто полез в драку уже Да, уберите, балалай Крогать, водя Потом я вызвал полицию Полиция приехала Этому другу дали административку Через день Очередная пьянка И пропадает кольцо Уверенность Кирилла в причастности дяди к пропажам Не подкреплена никакими доказательствами Поэтому, надеясь разобраться в этом семейном детективе Кирилл обратился к заступницам Я пришел реально к какому-то тупику И поэтому, ну, я обращаюсь к вам Что вы мне поможете с этим разобраться И вещи, во-первых, наши ценные вернуть И вообще как-то, не знаю, мне мою жизнь привести в порядок Потому что все просто в хаос какой-то превратилось Ольга Митрофанова встретилась с Кириллом Чтобы выяснить все юридические детали этой истории Правильно ли я понимаю, что фактически с момента смерти бабушки Вот эти пять лет Фактически вы полностью владели всей квартирой без него А дядя? А дядя, я его помню с детства То есть он как бы раньше периодически приезжал Там раз в три-пять лет Когда, видимо, там со своими женщинами странными расставался И вот два месяца назад он снова приехал Ну, как бы, доли его мы ничего сделать не можем А он, ну, как бы, человек такой очень сложный, неприятный Ну, пьяница и хамка Дядя твой каждый день выпивает? Ну, бывает через день Выпивает до какого состояния? Прямо не в Миноса? До состояния не в Миноса Потому что с утра он говорит, прости, так больше не будет И так вот каждый раз Ну, это просто проблема с точки зрения того, что если мы сегодня, да, там Или в течение нашего расследования приедем А он в невменяемом состоянии Люди в невменяемом состоянии, они не договора способны Вот он насколько адекватен? Ну, неадекватен от слова совсем Я уверен, что мой дядя крадет из квартиры наши ценные вещи По несколько раз в неделю пьянки, его друзья, они там курят, шумят Мы с ними ругаемся Из шкатулки моей жены пропали сначала сережки, колье Потом пропали мои часы, мои деньги Насколько адекватен? Ну, неадекватен от слова совсем Но трезвым тоже бывает Бывает, с утра Скажи, пожалуйста, ты вообще с дядей, вот в его состоянии, пока он трезвый разговаривал Что ты как собственник квартиры имеешь право запретить ему водить туда людей? Ну, нет, вот именно так не разговаривал Если вы проживаете в квартире, в которой несколько собственников И один из них постоянно приводит друзей, которые устраивают пьянки, гулянки и дебош Смело вызывайте полицию Они обязаны удалить из квартиры всех третьих лиц, у которых нет права находиться в этой квартире Скажи, а вот когда он приехал, ну, получается, всего два месяца назад Я так понимаю, что замки вы не ставили, никак не сепарировались? Нет, у нас нет замков А там, где арендаторы живут, они продолжают жить? Нет, нет, сейчас пустая комната А, ну, то есть на них мы как бы не можем подумать, что это они что-то взяли Нет, нет, то есть доступ, ну, все ценные вещи лежали там в шкатулке у нас, в шкафу И доступ туда, как бы, соответственно, только у меня, у дяди, Сережи и у моей жены, у Марины был, больше ни у кого Но ты заявление не писал? Нет А что пропало, скажи мне? Пропало сначала, то есть от бабушки досталось моей жене комплект колье и серьги Она говорит, ну, мне было неловко тебе признаться, но, в общем, я их не могу найти Пропали еще деньги В 32 тысячи я с каждого гонорара, там, какой-то процент, 10% откладывал, мы копили на отпуск Хотели поехать на море, там, ну, на Каспийске А где лежали? Денег особо нет А тоже лежали в этой шкатулке Когда это произошло? Последняя кража когда была? Последняя кража была месяц назад, это когда пропало кольцо моей жены Это уже вот прям была такая последняя капля Если вы проживаете в квартире с другими людьми, то, пожалуйста, позаботьтесь о сохранности ваших вещей Если вы этого не сделаете, например, не повесите хотя бы замки на входе в вашу комнату То потом доказать полиции факт кражи будет крайне сложно Потому что вы сами предоставили возможность доступа к ним Скажи, пожалуйста, какой максимальный результат? Вот ты обратился к заступницам, на что ты рассчитываешь максимум? Ну, во-первых, я хочу разобраться с пропавшими вещами И, ну, на самом деле, да, я должен признать, что у меня не получается как-то выстроить правильные отношения бытовые с дядей И вот в этом вопросе мне бы тоже хотелось разобраться Ну, смотри, скажем так, дорожная карта юридическая у тебя уже есть Обезопасить свое пространство, я думаю, теперь в любом случае надо Но мы приняли решение не взяться за твое дело Мы запускаем нашего тайного агента и поработаем Виктория Разницына отправляется на место загадочных пропаж В качестве нового арендатора пустующей комнаты Ей предстоит провести несколько дней в несчастливой квартире Не раскрывая свою личность не только перед дядей Сергеем, но и перед женой Кирилла Которая изначально была против огласки и не подозревала о вмешательстве заступниц Я отправляюсь на эксперимент, заселяюсь в квартиру Кирилла и Марины под видом новой соседки Об этом знает только Кирилл Я постараюсь выяснить, кто же все-таки ворует вещи Прямо с порога Виктория попадает в одно из посиделок неугомонного дяди Который явно обрадовался появлению новой соседки Я извиняюсь, что прерываю Здравствуйте Это Виктория, это наша новая квартиранка Здрасте, я Вика Хорошая Очень приятно, здрасте Примашки? Здрасте, Жена Оп! Куда ты налезешь с шпротными губищами? Очень приятно Стаканчик? Да нет, пока, наверное, нет Попозже может быть Хорошая, добрая Что хорошая-то? Просто пожить Снимать комнату будет Ну, рада знакомству Рада знакомству, ладно, да, пойду А вот и Марина, жена Кирилла Явно нервничая, она нахваливает квартиру Виктории Уверяя, что все не так страшно, как кажется на первый взгляд Видимо, дополнительный заработок ее семье необходим Надеюсь, подружимся Да, я не сомневаюсь Да, все, очень приятно Если что, заходите Позовите на чай А я сейчас там на кухне у вас занято? Это как всегда Всегда занято, да? Чай попить спокойно и не получится? Да У тебя что, дебоширные какие-то товарищи? Нет, нет Нет, ну как бы иногда можно пытаться разговаривать Нормально, да? Договориться получится А то я дома работаю Ничего страшного Оль, в общем, я заселилась Тут такое себе Смотри, вот так все это дело выглядит На кухне постоянно какие-то люди Сейчас никого нет Я тебе записываю видео, чтобы ты понимала Но находиться мне здесь себе Такое себе удовольствие Виктория начинает наблюдение За распутной компанией беспокойного дяди В основном ничего необычного Классические пьянки Скандалы Но спустя неделю Наша заступница Становится свидетельницей Странного разговора Марины И дяди ее мужа Всего числа, Марин Должочек надо отдавать Ой, ой, королева Прям пава плывет Попроще, попроще Господи, Макс, забери Можешь заткнуть? Виктория удалось заснять Как жена Кирилла Что-то передала Сергею И явно делала это Против своей воли Но что их может связывать? Виктория понимает Что Марина сейчас переживает стресс И ей нужна поддержка Прости, пожалуйста Я не хотела Ну, подслушивать Или еще что-то Я могу тебе чем-то помочь? Нет, я думаю, не можешь Что у вас случилось? Чего он тебя-то Ты даже поделиться Не с кем, понимаешь? А что он хочет-то от тебя? Блин, Виктор, ты козел? Блин, я не знаю даже, как сказать Как и есть, скажи Послушай, иногда вот чужим людям Намного проще Он напоил меня Наверное, что-то подсыпал Я не знаю Мы переспали с ним один раз Это просто Я не могу мне сказать это Я не помню, понимаешь? Ничего не помню Это все записал на видео И шантажирует меня Тише, тише, тише Шантажирует меня Что он все закинет в сень Позорище Я не знаю, как сказать это Кирилл Я не знаю Я не знаю вообще, что делать Просто в такой ситуации Он шантажирует меня Это вот все, чтобы он не слил видео В интернет Какие украшения отдаешь? Все мои украшения фамильные Все отдаю Просто, что дома есть Понимаешь? Уже все просто Все вынесла отсюда Оказывается, ответственность за пропажи Лежит на той, кого Кирилл не мог заподозрить На его любимой жене Но и дядя Сережа Как выяснилось Тоже не остался в стороне На следующий день Заступницы Отправляются на очную ставку Но перед этим Ольге и Виктории Предстоит самое сложное Разговор с Кириллом Кирилл, мы выяснили Все, что происходит у вас в доме И новости на самом деле Неутешительные Но я хочу тебя попросить Вот Вика подходит Она сейчас тебе сама расскажет История такая Я не знаю, кто виноват там Я не знаю, кто прав Но суть в том, что Это твой дядя У него с твоей женой Была интимная связь Была интимная связь И дальше Подожди И еще хуже И дальше он теперь Он это записал на Видео На видео На телефон И теперь ее шантажирует И она вытаскивает Все ваши цацки Сама ему отдает Подожди Но факт тот, что мы знаем Что есть шантаж И твоя супруга в курсе об этом Спокойная, спокойная Ты нормально себя чувствуешь? Подожди, подожди Подожди, подожди Подожди, подожди Стой, стой Ты куда побежал? Пожалуйста, не беги Подожди Вика, догоняй Кирилл, Кирилл Стой Все, Кирилл, Кирилл Стой, я не успеваю за тобой Ну вот что ты сейчас сделаешь? Кирилл Стой, остановись Смой, остановись Смой, остановись На секунду Что ты сейчас делаешь? Стой, стой, стой Стой Где она? Заселяюсь в квартиру Кирилла и Марины Под видом новой соседки Об этом знает только Кирилл Пармашки? Да, Стой Куда ты лезешь Эти шпротными губищами? Должучить надо Давай Ой, королева Прям пава плывет Попроще, попроще А что у вас случилось? Чего он тебя там Он напоил меня Наверное, что-то подсыпал Я не знаю Мы переспали с ним один раз Я ему отдаю украшения Вот это вот все Чтоб он не слил видео В интернет Какие украшения отдаешь? Все мои украшения Это твой дядя? У него с твоей женой Была интимная связь Подожди, подожди, подожди Подожди Вика, догоняй Стой, стой Где она? Стой Нормально? Нормально? Ничего Вот, старый лавеллаж Иди сюда Тебе не стыдно С этим старым Подонком Тебе не стыдно Тебе не стыдно Тише 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 Тебе не стыдно Смотреть С этим старым А ты нормальный А вообще Бл*** Успокойтесь Все 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 Кирилл Все Мы вызвали Пошли в полицию Мы ведущие проекта Заступницы Вы за него? Ну не за вас же Вы блогеры? Кто? Вы пили че Мы не блогеры Я представлюсь Ольга Митрофанова Адвокат Это журналист Я вообще-то уже представилась Не надо мне передрать Оказывайте Я жила с вами здесь Долгое время И вы жили Я в нас жила Прикольно Нет В руки я не даю Удостоверения Олечка Достаточно Для Николавны Для вас Это во-первых Насколько мне известно Вы шантажируете девушку Тем, что у вас была Интимная связь Я смотрю Испугались Немножко потряхивает Нормально себя чувствую? Скорую вызывать не надо Полицию Ну пока рада Мы пока хотим с вами разобраться И поговорить по существу Ты успокоился Что-то же вещь Кирилл не выдерживает Этой сцены Человек Разрушивший Жизнь его семьи Вальяжно покачивается На стуле И даже не пытается Скрыть удовольствие Которое ему доставляют Причиненные им страдания Наш герой Уходит из квартиры И заступницы Даже не пытаются Его остановить Понимая Что только что Пришлось пережить Молодому человеку Есть весь состав преступления Есть то, что вы шантажируете Есть то, что вы ей говорите Чтобы она приносила вам деньги Она не может уже носить вам деньги Вика, а нам не надо с ним разговаривать Нам вообще не надо с ним разговаривать Ты готова написать заявление? Да Ты напишешь Я вызываю полицию Все Вика, уходите Дальше Виктория спешит Увести Марину В другую комнату Оставшись наедине с Ольгой Сергей понял Что его токсичная магия Не сработает На опытной заступнице Иные действия сексуального характера Это УК Вымогательство Это УК Так что она хочет? Она, наверное, ничего не хочет Но надо решить вопрос Вашего взаимоотношения Второе Насколько мне известно Вы брали у нее деньги За молчание Сколько денег вы получили от Марины? По тридцатке Все верно А именно Тридцать две тысячи рублей Это первое Ладно, округлим за тридцать Нет, не округлим Второе Вы получили от нее некие ценности Где они? Что-то продал Что-то осталось То, что осталось сейчас Прекрасно Видимо, Сергея не особо интересовала Материальная ценность украшений Марины Ему просто нравилось ощущение власти над девушкой Которую он поставил в безвыходное положение Я не хотела Но не хотела так поступать Решили бы как-то в семье эту проблему Как эти тебя шантажируют видео Вот так Нужно было признаться Я вообще всего этого не хотела Он напоил меня просто И просто повалил Так выжил Я не знаю Ну все Ну все, иди сюда В сухом остатке Перечисляйте деньги Девочки Марине Да, да Марине Перечисляйте деньги Жить в одной квартире Вы явно не сможете Надо решать этот вопрос Наши условия на текущий момент Для того, чтобы не вызывать сюда полицию Не давать этому ход Я думаю, что ребята съедут отсюда И свои комнаты они сдадут Нет, не посмотрим Съедутся Существенное условие Это ваше согласие На то, чтобы сюда заехали жильцы Другие Да мне по барабану Отлично, договорились До свидания До свидания Просто напоил Налил стакан в вина Потом еще налил Потом заставлял пить А потом заснял все это на видео Я не знаю даже, как это произошло Я правда не знаю Вот то, как ты сейчас это рассказываешь Я тебе верю И Кирилл тоже поверит Вы можете мне помочь? Помочь что? Помочь Кириллу найти Давай поговорим с Тимом Итог расследования шокировал Не только нашего героя Но и заступниц Ольге и Виктории Удалось докопаться до правды И вернуть пропавшие вещи и деньги Но теперь для Кирилла и Марины Это не имеет никакого значения Ведь будущее их семьи Висит на волоске И тут мы уже бессильны Пожалуйста, слушай Не надо Мне противно Мне противно Кирилл Можно мы скажем? Да, что? Смотри С твоим дядей Мы договорились Деньги он перечистил Мы правда еще не проверяли По номеру телефона Но я видела, что он перечислил Мне кажется Да уже честно Все рассказано На камерах все есть В эфире мы покажем, что было Ну ладно, смотри Я же ей сказала тоже О том, что я с ним договорилась Если что, в аренду Можете найти эту комнату В общем, теперь Они сами будут решать все проблемы Главное, что мы все-таки Вскрыли, что произошло Оль, ну мы свою работу выполнили А дальше они уже сами будут решать Как им поступать За время существования нашей передачи Мы помогли огромному количеству людей Женщинам, мужчинам, пенсионерам Но сегодня к нам обратились подростки Это Лиза и Максим Вот уже с 11 лет Максим самостоятельно зарабатывает Достаточно большую сумму денег Но, к сожалению, не имеет доступа к ней Родители забирают все доходы И шикуют на них В то время, когда дети практически голодают И сегодня мы сделаем все Для того, чтобы Максим и Лиза Вернули себе возможность Самостоятельно распоряжаться Собственной жизнью И, конечно, своими деньгами Лиза утверждает Что родители используют ее Несовершеннолетнего брата Ради наживы Наши родители Рабовладельцы Рабовладельцы Они зарабатывают на Максиме И не дают им жить К нам в программу Обратилась 19-летняя Лиза Ее сводному брату Максиму Недавно исполнилось 14 лет И он успешный актер дубляжа Дело в том, что моя мама Умерла, когда мне было 4 Но появилась Анжелика Это моя мачеха Мама Максима Анжелика не питала особой теплоты К своей подчерице Но и родной сын Не был обласкан любовью матери Меня она начала любить Только с 11 лет А все почему? Потому что я именно После 11 лет Начал свою карьеру Максим уже 3 года Успешно работает Актером дубляжа Зарабатывая более 100 тысяч рублей в месяц Озвучиваю кино Сериалы Мультики С тех пор, как Максим Начал приносить В семью хорошие деньги Анжелика Стала больше Уделять времени сыну Но не как любящая мама А как его агент Зарабатывал я тоже Дофига Точно не знаю сколько Потому что все деньги Кому приходят Правильно Маме И в какой-то момент Мама Максима поняла Что ее сын Настоящая золотая жила Она уже давно не работает Живет за деньги Максима Время шло Доходы сына росли И отец Наших героев Бросил работу И тоже посвятил себя сыну А точнее Его заработку Папа нас Он нас любит Просто Просто Анжелика На него так влияет Несмотря на то Что Максим Стал кормильцем семьи Родители перестали Участвовать в его жизни И он был брошен На попечение сестры Еще я хожу На родительские собрания Потому что родители Не ходят к Максиму В свои 19 лет Лизе приходится Нести ответственность Еще и за брата Они с Максимом Стали очень близки На фоне Безразличия родителей Которые Оставляют им на жизнь Лишь 10% От гонораров брата Нашей героине Приходится В столь юном возрасте Совмещать учебу Воспитание брата И работу почтальоном Платят мало Работа тяжелая Но это удобный график Совмещать с институтом И пока Лиза и Максим Дружно преодолевают Сложности взросления Без родителей Анжелика и Павел Транжирят гонорары сына Они стали ездить в отпуске Буквально раз в 2-3 месяца А если они не в отпуске Возвращаются То они снимают отель Номер в отеле И ходят по ресторанам И практически не появляются дома Но перед очередной поездкой В теплые края Беспечные родители И вовсе забыли Оставить деньги Своим детям И мы остались Совсем Без Без еды Нам нужно было Оплатить коммуналку Лиза решила Возвать к совести отца И написала ему сообщение С просьбой о помощи Ответила Анжелика за него Голосовым сообщением Что мы все промотали У нас что совсем денег нет? Вы что, все проели? Пропили? Вечеринку что ли собрали? Лиза переживает Что родители И так лишили Своего сына детства Так еще и не дают ему Почувствовать свой заработок На просьбу купить форму Любимой хоккейной команды Максим получил Решительное нет Все же я считаю Это полнейшее Лучше Я их потрачу На что-то более ценное Постоянная работа Над озвучкой сериалов И мультфильмов Сказалась и на здоровье Максима Он стал падать в обморок У него кружится голова Он недоедает И мало спит Лиза и Максиму Стали так жить И не могут достучаться До родителей Которые потеряли С ними связь И сняли с себя Всю ответственность Ребят, ну что такое? Вы уже взрослые Давайте сами Выкручиваетесь Именно поэтому Они обратились К заступницам Ольга Митрофанова Отправляется На встречу С нашими героями Чтобы узнать Юридические детали Этой истории Что случилось? Что привело вас К заступницам? Дело в том, что Максим работает с 11 лет Какую работу делаешь? Я озвучиваю сериалы Фильмы, мультфильмы Прикольно Какие озвучивал уже? Да Разные там вообще есть Вот, например Знаете мультфильм? Степка Незнайка Так его тоже озвучиваю я Представьте себе Класс Вообще супер Обалденно Ой Аж мурашки пошли по телу А вот теперь вопрос Ты приходишь Когда на работу Ты вообще Какие-то контракты Договоры видел? Их подписывает Мама И все деньги Приходят ей У тебя отдельного счета Твоего нету? А хоть сколько-то Из этих денег Тебе мама назад дает? Наши родители Рабовладельцы Они зарабатывают На Максиме И не дают нам жить Все деньги Кому приходят? Правильно Маме Они стали ездить В отпуске Буквально раз В два-три месяца У вас что совсем денег нет? Вы что? Все проели Пропили Вечеринку что ли собрали? Он стал падать в обморок У него кружится голова Он недоедает И мало спит Ты вообще какие-то контракты Договоры видел? Их подписывает мама И все деньги приходят ей А хоть сколько-то Из этих денег Тебе мама назад дает? Максим признался Ольге Что его доход От озвучивания Нестабилен Но в месяц Мамы перечисляют ему 10% Это примерно 15 тысяч рублей То есть мы вынуждены Сами платить за коммуналку А она была 5 тысяч Теперь ее повысили На 2 тысячи Стоит 7 тысяч Потом я хожу на родительские собрания И он заканчивал 9 класс И то есть мне нужно было Вносить взносы на праздник На выпускные альбомы И так далее При этом И как давно такая ситуация? Ну вот 3 года Лиза беспокоится за брата Поэтому зарабатывает сама Чтобы обеспечить быт Но тотальная несправедливость И неадекватность родителей Разрывают сердце нашей героини Стал плохо себя чувствовать Он падает в обмороке Он устает Он недоедает Я уже у меня падает Я учусь на бюджете А из-за того, что я пытаюсь Совмещать с работой У меня падает успеваемость И я могу потерять этот бюджет Ладно, все, успокаиваемся Ты уже в правильном месте Все будет хорошо С точки зрения закона Как раз 63-я статья Трудового кодекса Она позволяет заключать договоры Трудовые договоры С несовершеннолетним Достигшим 14 лет Дети могут трудиться Но должны делать это безопасно И не в ущерб учебе Если происходит обратное То это уже основание Для привлечения к ответственности Родителей и работодателю А садились вы за стол переговоров? Например, вы... Да, да Вот я и говорю Мы договорились Что в 14 лет Просто мы сделаем ему самозанятость И он будет получать сам свои деньги А я буду его агентом Чтобы мать дала свободу Но она не согласилась А если родители не дают Своего письменного согласия Это можно сделать по закону в суде И очень легко это достижимо Тем более у тебя такой опыт работы Да, уже считается 11 лет огромный Ты легко получишь полную амансипацию С согласия органов опеки Здесь проблемы нет Ну мы не хотим так Мы все-таки это наши родители Мы их... Естественно, я понимаю Мы хотим это все миром решить Ну и терпеть мы уже не в силах Ладно, у меня все понятно Вопросов много Давайте работать и, конечно, разговаривать с нашими родителями Это какой-то трэш Заступницы не могут пройти мимо криков О помощи Лизы и Максима Но чтобы разобраться в ситуации Необходимо понять Что движет родителями наших героев Для этого Виктория Разницына Якобы предложит Анжелике, маме И по совместительству агенту Максима Работу для сына Анжелика, здравствуйте Меня Виктория зовут Я представляю крупную звукозаписывающую компанию Я звоню в отношении сотрудничества С вашим сыном Максимом Удобно вам сейчас поговорить? Не очень удобно, но... А чтобы стало удобнее Виктория озвучила Анжелике Шестизначную сумму Которую получит Максим за озвучивание Давайте договоримся на субботу Нам с вами на встречу Обязательно нужно присутствие Максима Потому что без него мы такие вопросы обсуждать не можем Обязательно он нужен? Он нужен обязательно От этого оплата зависит Хорошо Хорошо? Да, да, я его позову так Анжелику действительно не волнует мнение сына Ведь она согласилась, даже не узнав Может ли он, хочет ли он, здоров ли он Главное ведь, что хочет и может она Все, супер, тогда жду вас всех вместе И для лучшего исхода эксперимента Виктория понимает, что Максиму придется по сути Немного обмануть свою маму Твоя задача Прям сделать все возможное, чтобы при мне ее уговорить Чтобы не потерять жирненький контакт Анжелика с мужем Уже на следующий день прилетели с курорта И, прихватив Максима, встретились с Викторией Здорово, что вы согласились на встречу Приехали, все бросили Ну, у нас очень хорошее предложение Да, конечно, предложение ваше интересное Расскажите, пожалуйста, поподробнее Да Озвучив детали контракта, Виктория решает немного Спровоцировать Анжелику, подключив к разговору Максима Как мы тебе денежку будем перечислять? Вообще, я бы хотел на самозапность Вы знаете, вы можете перечислять на мою карточку Потому что мы пока так работаем все время Анжелика даже не дала договорить Максиму Вот настолько, видимо, ей важно его мнение А, то есть на вас оформлено? Конечно, ну да, естественно, я сам английский человек Мы даже не знаем, не видим этих денег Мне самое главное здесь, твое согласие Мы перечисляем все средства, которые тебе положены Перечисляем все на карту мамы Анжелики, правильно? Вот сейчас переломный момент этой истории Ведь если Максим струсит и согласится на прежние условия Эксперимент Виктории окажется на грани провала Я не согласен с этим Сынок, почему ты не согласен? И у Максима нашелся ответ на мамин вопрос Ведь из обещанных 60% от гонораров Он получал жалкие 10% Это было не всегда, это может быть пару раз Зачем она врет? Потом мы же вместе живем Мы все-таки одна семья, поэтому у нас общий доход Видимо отец Максима Павел не участвует в разговоре Потому что он еще не отошел от перелета Или еще чего покрепче И пока он летает в облаках Анжелика продолжает заговаривать зубы Виктории Но в данном случае я хочу вложить это в бизнес В свой бизнес И потом в дальнейшем Тот доход, который я получу Естественно он пойдет нам на всю семью Да вы постоянно куда-то уезжаете Мне уже моя сестра стала как второй мамой Она работает Она трудится вместе со мной А в итоге кто кайфует от жизни? Вы! Может быть мы еще посоветуемся тогда сами Сейчас пока не будем с вами заключать А что нам советоваться? Советуемся? Советуемся, Ириш Виктория понимает, что Анжелика идет на хитрость Надеясь переубедить Максима Оставшись с ним наедине Нам нужно решить здесь и сейчас Потому что у нас через два дня запись Я вам говорила об этом по телефону Либо мне перечисляют деньги все Либо я перестаю заниматься этим делом Виктория, знаете, я так чувствую, что мы так не договоримся Ольга Митрофанова, услышав, что Анжелика хочет перенести подписание контракта Решает перейти к очной ставке Я представляю крупную звукозаписывающую компанию Я звоню в отношении сотрудничества с вашим сыном Максимом Как мы тебе денежку будем перечислять? Вообще я бы хотел на самозавистость Знаете, вы можете перечислять на мою карточку Потому что мы пока так работаем все время И кто кайфует от жизни? Вы! Может быть мы еще посоветуемся тогда сами Сейчас пока не будем с вами заключать договоры Либо мне перечисляют деньги все Либо я перестаю заниматься этим делом Виктория, знаете, я так чувствую, что мы так не договоримся Ой, а вот адвокат идет, смотрите Здравствуйте, меня зовут Ольга Смотрите, Лиза идет в сопровождение адвоката А что здесь Лиза делает? А я вам сейчас расскажу, что здесь Лиза делает Нам обратился ваш сын вместе с Лизой Вы самоустранились от их воспитания И денежные средства, которые зарабатывает ваш сын Вы почему-то присваиваете? На каком основании? Ну, во-первых, не присваиваю, да Зачем? Почему вы оставляете нас без денег? А скажите, пожалуйста, сколько денежных средств вы перечисляете сыну? Иногда это может быть 30 тысяч, иногда 60 тысяч Мы таких денег никогда не видели Я кажется, ты и папе врешь, что перечисляешь нам деньги Значит, и папа ничего не знает? Она ничего не дает нам, нам не на что жить, ты понимаешь? Нам есть нечего Да что ты говоришь, а? Им есть нечего было? Да я не знаю, мне кажется, что на тот момент я просто была очень занята Потому что я вот ездила тогда в Турцию Да эти что? Что? Зачем ездили в Турцию? Не только для того, чтобы отдыхать Я бы хотела возобновить свой бизнес И я ездила тогда выбирать тканик А если в этот момент... Дети, ты подумай вообще Бизнес какой-то У тебя дети вообще голодают Что это такое? И тут произошло чудо То ли проснулся, то ли протрезвел Отец Максима и Лизы Павел Павел Поему сыну плохо, он в обмороке падает Подожди, давай мама ответит Вы первый раз слышите о том, что он падает в обмороке И то, что он перерабатывает, да? Я знала, я слышала, да, что было что-то вот, но... Слышали как? Когда в Ялте были? Видимо, проигнорировав вопрос Виктории Анжелика решает оправдать свое беспечное поведение Ну я вам хочу сказать, вот о чем Вы мне не дали, в прошлый раз договорились Давайте Что я очень много времени, очень много сил и средств И средств также денежных я вложила в своего сына То есть он постоянно ходил в школу актерского мастерства В школу ораторского мастерства То есть это реально было несколько лет Вот мне действительно нужны были эти деньги Потому что я тоже хочу реализовывать то, что я, в общем-то, стараюсь для своей семьи Вы как мама, как гиперопекаемая мама Как вы говорите, очень много там всяких курсов и так далее Может быть, вы куда-то откладываете деньги? Покажите детям, скажите Я вот отложила тебе 10 миллионов рублей И в 17 лет получишь доз Да Вот деньги скопились, там около миллиона Если верить словам Анжелики, она не транжирила гонорары сына А откладывала их, но, видимо, туда, откуда они уже не вернутся Я их хочу вложить в бизнес, понимаете? Любой бизнесмен знает, чтобы получить какие-то плоды, результаты, нужно вложить сначала Да, и я вас перебью сейчас и скажу одну важную вещь Да, законодательство устроено таким образом, что вы, как законный представитель вашего сына, имеете право определить судьбу этих денег и даже вложить в ваш собственный бизнес Но если вы не даете ему согласия на то, чтобы самостоятельно трудиться, то, что вы сделали сейчас И мы получили доказательства, здесь и сейчас вы не разрешили парню оформить самозанятость Мы не разрешили ему напрямую с Викой сотрудничать И они отдельно у вас живут, отдельно сами существуют Отдельно сами работают, отдельно себя обеспечивают, готовят, одеваются И вообще никак вас по этому поводу не беспокоят Я думаю, что, скорее всего, это Лизина инициатива, потому что она старшая Она, скорее всего, хочет распоряжаться А зачем мне это нужно? Ты что несешь-то, а? Даже если бы у Лизы действительно был такой умысел То желание сделать ее своим агентом вместо мамы Это решение Максима Мы сейчас собрали достаточно доказательств на то, чтобы указать, что вы в последние три года вместе, кстати, С папой ребенка, бросили его Не осуществляли свои родительские обязанности Не реализовывали прав, которые на вас возложены в том числе Что является по закону основанием для ограничения или лишения родительских прав Максиму я помогу и в полиции, и в опеке Деньги он будет напрямую забирать Сейчас у вас есть один маленький шанс Маленький Мы здесь не просто так Хотели бы полицию вызвать, вызвали бы сразу Один маленький шанс договориться с сыном Мы даем вам эту возможность Ему явно плохо Посмотрите, вашему сыну плохо Может, стоит его вообще вывести и поговорить с ним один на один Или вам наплевать И пусть он дальше в обморок и падает Я никогда не буду Оно и видно Вот я сейчас, несмотря ни на что, хотела бы вызвать сюда опеку Да, и они не хотят вызвать сюда опеку Они хотят с вами договориться Потому что это ваши дети, ваша дочь Да, и ваш общий сын Которые пришли к вам Потому что Нет у них выхода другого Они пришли к этому делу Вы тоже можете принять это решение Так на меня Я хочу дать человеку работать И дать им жить нормально Я не знал, что тут просто так вот Ну, никакие средства до них вообще не давали Тем более, они пытаются до вас достичь Прекрасно, Павел Нам достаточно получить от вас согласие А тут да Считайте, что вы его получили Заступницы не ожидали, что неразговорчивый отец Сыграет такую важную роль на очной ставке Но Анжелика понимает, что может потерять свою кормушку И решает поговорить с сыном наедине Максим, пойдем поговорим Максим, все нормально? Ты пойдешь? Нормально разговариваешь? Да, да, да Я очень много времени выделяла тебе Очень много вкладывалось в тебя, понимаешь? Ну, я надеюсь, что ты нас, папа, не бросишь Что ты все-таки будешь нам помогать Мам Как-то финансово Видимо, не этих слов ждал Максим от собственной мамы Ведь ему не столь важны потраченные ею деньги Мне просто хотелось, чтобы ты была рядом со мной Ты понимаешь, я же тоже скучаю по тебе Я не хочу, чтобы наши отношения были просто в деньгах И все Прости, что тут получилось Заступницы понимают, что Максим любит своих родителей И будет помогать им Но чтобы обезопасить его от дальнейших проблем Доведут дело до конца Заявление мы подали на самозанятость Но чтобы сейчас всем было спокойнее Давай подпишем договор на представление интересов Лизой От законного представителя в лице отца И вашу подпись получим Без проблем Чтобы Павел не успел передумать Заступницы вместе с нашими героями Поехали к нотариусу И заверили Лизу как законного представителя Максима А значит, выполнили задачу С которой обратились к ним наши герои Спасибо вам большое вообще Мама извинилась передо мной Я ее простил Спасибо вам И в свою очередь буду следить за братом Чтобы он посещал школу Никогда теперь не будешь пропускать Ладно, друзья Тяжелое время у нас было Вы молодцы Тяжелая съемка Но вы красавчики, конечно Прям честное слово Все очень необычно Но очень надеемся, что Анжелика Все-таки поняла, что дети Это не собственность родителей И уж тем более не источник дохода Сегодня Максим принял не по годам взрослое Но правильное решение И мы пожелаем в его карьере только удачи Неважно в каком вы возрасте И насколько трудная перед вами стоит задача Знаете, что заступницы всегда готовы Прийти к вам на помощь